Сегодня я вам расскажу об усадьбе Абрамцево. Она располагается всего в пару часах езды от Москвы, и это отличный вариант, чтобы съездить на выходные. Здесь жил свое время Аксаков, который здесь много написал своих произведений, а потом усадьбой владел железнодорожник Мамонтов. И знаете, многие говорят, здесь приезжали великие всякие творцы, и вот Абрамцево – это их заслуга, то, что оно стало таким, каким стало. А я вот думаю, что это во многом заслуга того самого Аксакова, а впоследствии того самого Мамонтова. Да, человек занимался развитием железных дорог, но при этом это он был человеком, который приглашал всех этих талантливых людей, который спонсировал их, который помогал им вставать на ноги в трудные времена. Это он создал здесь ту самую концентрацию, ту самую тусовку различных талантов со всей России. Вы только вдумайтесь, здесь гостил Гоголь, здесь приезжал и творил Воснецов, Аксеров, Воснецов, Гоголь, Тургенев, Репин, Врубель. Вы только вдумайтесь, какая концентрация талантов на одну усадьбу. Говоря современным языком, в Абрамцево была та самая креативная тусовка. А вы знаете, креатив, он имеет такое свойство, что когда человек со своими мыслями, со своими идеями, он заперт сам с самим собой и не может судить эти идеи, не может их развить, у него идеи не развиваются. А когда несколько креативных людей собираются вместе, это тот момент, когда зачастую и креатив развивается, когда каждый из них в отдельности, обсуждая идеи друг с другом, может развить свои идеи во что-то большое и во что-то поистине великое. И такое ощущение, что в Абрамцево именно это и произошло. Усадьба прям олицетворяет собой русскость, как я ее понимаю. Все в деревянных строениях различных архитектурных форм, много всяких деревянных изразцов, избы стоят по всей территории усадьбы, такие построенные, знаете, из бревен. Небольшие спокойные домишки, речка рядом течет. Вот прям душа радуется, когда там гуляешь. Удивительно, что даже после Октябрьской революции усадьбу не разрушили, а более того, крестьяне округа Абрамцево, они даже встали на защиту усадьбы. И был какой-то орган тогда, наркомпрос, кажется, так он называется советский. Вы меня поправьте в комментариях, кто помнит этот орган. Так вот, Мамонтовой, которая как раз являлась наследницей этой усадьбы, выдали даже охранную грамоту, чтобы она заведовала этой усадьбой как музеем, и занимались они здесь развитием различных русских ремесел. Усадьба Абрамцево вообще это не только музей. Здесь 50 гектаров парка, здесь лес, здесь речка. Причем все эти места, они тоже знаковые. Говорят, в полях рядом с Абрамцево рисовали с натуры трех богатырей, специально выводили туда отобранных коней, нашли какого-то мужика деревенского, посадили его на коня, он был Добрыня Никитич. Кого-то из трех богатырей срисовали с сына Мамонтова, а кто-то из трех богатырей, он как раз срисован с самого автора. Автопортрет. Также здесь есть речка и пруд с многочисленными живописными мостиками, где можно пофотографироваться. Здесь можно встретить часто художников, которые сидят здесь и рисуют картины. Это озеро, оно стало известно тем, что Мамонтов тут так удачно ловил рыбу, кто-то, кто владел усадьбой, что даже написал целую книгу, которая стала очень популярна в его времена. Уму непостижимо, но именно на этом озере нарисовали картину Аленушка. Да-да, ту самую, которая сидит возле пруда, грустная такая. Также по усадьбе расставлено очень много табличек исторических. Это тот случай, когда их реально интересно читать. Там рассказываются про разные строения, про разные события, которые происходили на этой усадьбе. Ну и, конечно, каждый дом усадьбы – это музей. И есть небольшие музеи, которые можно посещать по одному, а можно посетить и главную усадьбу. Единственное, билеты туда лучше покупать заранее. На месте билетов в главную усадьбу, скорее всего, купить не получится. Они очень быстро разлетаются. У меня, например, жена в последний момент умудрилась ухватить билеты для нашей семьи, и мы пошли в экскурсию по центральному строению усадьбы. К слову, нам очень понравилось. Еще лично мне понравилось, что экскурсовод в усадьбе экскурсию проводил не как-то отрешенно, а вдохновленно и прям чувствовалось, что человеку нравится его работа, нравится то, о чем она рассказывает, то, что она сама интересуется историей этой усадьбы. Еще на территории усадьбы есть храм. И вот я всегда думал, что Васнецов – это художник. А оказывается, Васнецов еще и тот, кто мог сделать проект целого храма. Оказывается, как говорится, талантливый человек бывает талантлив во многом. Еще по территории усадьбы много красивых домиков. Мы не успокоились, если честно, пока их все не обошли, потому что они все такие, знаете, со своим характером, все необычные. Есть какая-то избушка на курьих ножках, есть какой-то практически сковоречник там такой домик, есть классические большие деревянные дома. В общем, даже просто погулять вокруг этих домов интересно. А еще можно купить отдельные билеты и внутрь позаходить. Если будут вопросы по усадьбе Абрамцево, конечно же, пишите в комментариях, либо залетайте к нам в телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Хороших вам поездок, ребята!